коллеги всем добрый вечер сегодня 19 января четверг записываю небольшой видеоролик по биткоину криптовалютному рынку также разберем фундаментал что есть здесь сейчас из важного что было коротко и также о движении биткоина возможно ли рассчитывать на какое-то коррекционное движение какие сделки можно открыть в каких зонах да и соответственно вообще необходимо ли биткоину снижаться для того чтобы расти дальше тут самое большое заблуждение дату что биткоину всегда нужно корректироваться чтобы расти дальше так часто говорят да когда биткойн уже растет или вырастет процентов на 20 на 30 биткоину нужно сходить обязательно вниз чтобы сбрить лангистов и все в этом духе конечно это большая иллюзия это большой миф это большое заблуждение которое никогда не отрабатывал а если отрабатывал то уж точно не из-за этих самых так скажем не совсем точных, мягко говоря, заблуждений. Вот, в общем, видео в любом случае, вы знаете, будет полезным. Можно посмотреть с ускоренным режимом 1.50, либо 1.75, ну или воспользоваться также тайм-кодами. Розыгрыш будет, любой комментарий, два места в премиум на 4 месяца. Все источники вы получите. И подписка на телеграм-каналы, ссылки в описании, и на ютуб. Пожалуйста, проверьте кнопку подписки на ютуб-канал. Очень много просмотров идут от людей, которые не подписаны на канал. Поэтому буду благодарен, если это все дело немножко исправите в лучшую сторону. Так, давайте начнем. Как вы знаете, я люблю самых таких простых моментов. И, конечно же, частично с фундаментала. Конечно, громко сказано, фундаментал звучит так по-взрослому. Но, тем не менее, давайте быстро по каналу. То есть у нас, вы знаете, были отчеты банков. Что касается отчетов, я информацию давал. То есть хоронят сезон отчетности, уже не первый квартал. Все никак не похоронят. И в очередной раз, что прошлый. Прошлая серия отчетов от банков была нормальная. И, соответственно, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Ну, Goldman Sachs так себе отчет, я соглашусь. Morgan Stanley неплохой. Причем акция показала самый сильный дневной рост на 7% с марта 2022 года. Кстати, и SEO банка подтвердил, причем мою неновую мысль, то, что с ликвидностью у нас все окей. В мире с ликвидностью все хорошо. Причем в премиум, да, вроде бы в премиум была запись видео. Давно, да, еще когда мы вот здесь стояли, я сказал то, что с ликвидностью, с деньгами и, в принципе, вынести биткоин на 20 тысяч долларов проблем никаких сейчас нет. То есть все активы выросли плюс-минус на значение октября месяца, биткоин не рос. Но это все же, опять же, и в открытом доступе про 20 тысяч, естественно, речь шла. Просто я напоминаю момент, хотел бы напомнить также момент, который выкладывал, показывал всем вам в свое время, то, что сейчас идут рекордные откупы корпоратов своих же акций. То есть эти самые инсайдерские покупки с деньгами. Коллеги, в мире проблем нет. То есть, естественно, и на снижение ставки, я согласен, да, то есть то, что SEO говорит банка, Морган Стэнли, да, то, что когда ФРС сделает паузу, активность по сделкам и андерайдингу возрастет. Конечно, 100%. И, естественно, биткоин будет стоить других денег. И он может стоить других денег, потому что в него можно будет вкачивать, ну, давайте, извините за простоту выражения, бабло бесплатное, практически бесплатное, да. И даже не практически, а бесплатные деньги, включая регулирование хорошее, ну, не хорошее, а правильное регулирование для корпоратов, которое, да, поспособствует дальнейшему росту биткоина. Вот, и, соответственно, в правильных продуктах, да, в том числе и, там, тех же, допустим, там, спотовых ETF, такой не самый главный момент, но тем не менее. То есть, правильное регулирование – это все-таки действительно большой позитив. Это первый момент. По CBDC, про бегство из стейблкоинов в куда, да, то есть, понятно, сейчас я не буду на 40 минут эту тему разжевывать, ну, делиться, точнее, своим мыслями. Здесь нет правильного ответа, нет неправильного ответа, да, то есть, своим мыслями коротко я поделился. То, что и вопросов много возникает, то, что вот будет, что будет CBDC во всех странах, да, соответственно, цифровое рабство и так далее. Вот, что если тезер, там, стейблкоины начнут работать плотно с государствами, да, то есть, если вдруг, там, возникнет такая ситуация, то, что необходимо будет продвинуть любовь, так скажем, или заставить людей, как это любят делать, да, эти власти заставить что-то любить, что-то принимать, они могут сделать какой-то инцидент, да, связанный с теми же стейблкоинами, чтобы не было такого, что вот стейблкоины – это типа CBDC, да, что это на самом деле, это не так понятно, но типа CBDC. И там могут устроить что-то, да, для того, чтобы люди побежали именно в цифровую валюту центрального банка. Альтернатива, да, это криптоны побегут в биткоин, ну, на мой взгляд, потому что, ну, куда? То есть, ты все равно не сможешь быстро стейбл обменять, допустим, наличку в тот момент, да, когда пойдет серьезный фат, и, соответственно, стейблы начнут терять привязку. То есть, ты не успеешь просто куда-то позвонить или какой-то обменник, ну, и, соответственно, менять. Ну, может быть, успеешь, но это будет очень хлопотно, потом проще людям будет купить именно биткоин. Были версии, там, пойдут в монетку Монеро, еще в какие-то другие монеты, Рипл, еще, ну, и так далее, да, но все же будем честны друг с другом, да, то, что именно биткоин все знают. То есть, Монеро, ну, опять, какой процент людей сейчас помнит о Монеро, да, о монетке XMR? Вот, Олды, да, но вот новые, да, те же люди, которые в 20-м году пришли, и ты им скажи Монеро, они не поймут, о чем речь. Вот, поэтому самое известное, да, то есть, все, что все знают, это биткоин. Вот, но это очень коротенечко, это мое мнение, да, причем речь была еще, да, то есть, особо, так скажем, не то чтобы продвинутых людей, но, тем не менее, еще здесь я эти посты выкладывал, да, и, ну, как бы куда бежать, что делать, вот страшно, тезер, USDC, что делать. Вот, я написал о том, что, ну, в целом вы можете принять решение и просто перевести стейблы в биткоин. Вот, мне люди писали, которые это сделали, вот, типа, ну, по факту биткоин вырос, да, понятно. Вот, но это не как спекуляция, то есть, речь идет именно о сбережении средств. Вот, но биткоин это все-таки волатильная история, поэтому, конечно, самый лучший, наверное, способ этого менять стейблы на реальный кэш, на реальные деньги, да, на реальный доллар. Там доллар можете, там, разменять на другую валюту, но не суть, потом захотите что-то купить обратно в стейблы и так далее. Вот, поэтому если уже говорить о том, что уж совсем безопасно, да, было бы сделать. Вот, поэтому эта тема была и она еще будет. Ваши комментарии, сообщения в личную, в личку, да, в Телеграм, соответственно, частично я выложил здесь, плюс есть здесь ссылка на Телетайп, можете перейти и почитать. Это канал Трейдер 80 на 20. Важный блок макроданных выйдет в 16.30 в канале. Это у нас данные, макроданные, вы знаете, это влияет на рынки, но, ну, не всегда понятно, но, тем не менее, реакция была. Это промоинфляция, данные вышли хорошие. То есть, к ним не прикопаешься, да. То есть, давайте, ну, давайте сегодняшние данные быстро посмотрим и вернемся к вчерашним. Вот, сегодня данные также выходили в крипто-хедлайнс, в режиме реального времени они появились. Кстати, подпишитесь обязательно, чтобы не пропускать. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии минус 8.9. Все еще не очень хорошо. То есть, это не данные на очень жесткое, так скажем, сильное укрепление доллара. И, скорее, этот показатель именно зарешал. То есть, если бы здесь было значение, допустим, 0+, то, скорее, мы бы увидели более серьезную коррекцию по тому же, допустим, биткоину. Ну, может быть, локальную, опять же, не сильную, потому что люди не хотят. Естественно, самым лучшим сценарием является это отсутствие глубокой, так скажем, кровавой рецессии, кровавой бани по всем показателям. Это снижение инфляции, которая снижается. И, соответственно, дальнейшее снижение темпов ужесточения денежно-кредитной политики от ФРС. Снижение ставок и так далее. Какое-то сокращение темпов, так скажем, ликвидации баланса ФРС. Ну и все в этом духе. Опять же, тысячу раз обсуждали. Коротко я сказал. То есть, не то, чтобы я ухожу от темы, коротко я сказал этот момент. Вот, поэтому данные сегодня в целом, ну, такие нейтральные. Тут есть, конечно, показатель по рынку труда. По рынку труда индекс, где он? Непроизводственная активность. Число первичных заявок получения по безработице. Это недельные заявки. Часто спрашиваете, часто, ну, как бы отвечаю или можно самим посмотреть. Каждую неделю выходят данные, они не влияют. Они не могут очень сильно повлиять на рынок. Вот эти данные, да? Хотя они лучше, они на укрепление доллара. Ну, доллар не улетел в космос. Хотя такое шухер по доллару, я считаю, что он произойдет. Ну, вопрос времени, опять же. То есть, какой-то шухер он в любом случае должен произойти. Вот это мы обсудим. Вот, поэтому это, что касается сегодняшних данных. Что касается, так, что касается вчерашних данных. Давайте, у вас есть канал коллеги Макро, ой, Макро, Крипто Хедлайнс. Обязательно на него подпишитесь. Тут же, конечно, мы упор делаем на Крипто Фундаментал. Вот, но тем не менее. И данные также выкладываем. Так, что касается данных вчерашних, от 18 января получается у нас индекс цен производителей минус полпроцента. Прогноз минус 0,1. То есть, цены снижаются. Индекс цен производителей PPI год к году 6,2. Там месяц к месяцу было. При прогнозе 6,8. Шикарные данные. Розничные продажи шикарны. Минус 1,1. Минус 0,4 прогноз. Объем розничных продаж. Вообще все, все хорошо. Все неплохо. Вот, все неплохо. Экономика замедляется. Продолжает замедляться. Как и ранее сказал, уже сколько месяцев прошло. То, что в принципе все, что делает ФРС. Сделал вчера, сделает завтра. Это все дорожка в один конец. К ослаблению экономики. Хорошим сценарием будет нормальная посадка экономики. И, соответственно, снижение инфляции. Инфляция, экономика. Соответственно, будет влияние. Так как есть лаг. То, что делает ФРС. Делал там в ноябре условно. В октябре и так далее. На все это есть лаг. 3-6 месяцев. Поэтому и снижение инфляции. И, соответственно, данные рецессионные, которые сегодня вышли. Все еще рецессионные. Это, опять же, последствия ужесточения ДКП от ФРС. Вечно, естественно, так продолжаться не будет. ФРС вечно поднимать ставку не будет. Поэтому там, опять же, все это. Все это дело вопрос времени, как вы поняли. Ястребов достаточно. Логан. Соответственно, мы ее разместили. Сегодня ночью. Довольно истребийная у нее речь. Харкер нежный. То есть, я подтверждаю поддержку перехода к повышению ставки на 0,25%. Вижу все больше признаков замедления экономики. Поэтому политика ФРС не должна устанавливаться на очень ограничительном уровне. Замедление. Ну, это забавно звучит. Я согласен. Вижу замедление экономики. А вот вчера ты ее не видел. Там месяц назад ее не было. Два месяца назад ее не было. Она уже какой месяц происходит? Тот же отрицательный ВВП. Или отрицательный рост ВВП. Кому как удобно. Вот. Поэтому, конечно, и в том году, и в ноябре, и в декабре ФРСники, в принципе, ну, риторику особо не меняют. Ставка выше 5%. Целиком полностью там еще три повышения ставки по 25 пунктов. Я бы не сказал, что это в цене. Да. Не сказал бы, что это на 100% в цене. Но, тем не менее, еще три повышения ставки по 25 пунктов, начиная с 1 февраля, это нормально. То есть это не, как сказать, как пик для пика, это нормально. Оставить ставку там на 5,5, на 5,25, на 5,75 и там оставить надолго не получится. Убежден в этом на 100 миллиардов процентов. Не получится так сделать, потому что, опять же, экономика США тогда уйдет. Обещал не выражаться, да, матом. То есть в одно место. Не очень хорошее, не очень, так скажем, теплое, да, но неприятное. Вот. Поэтому по ФРС, опять же, как и в ноябре месяце, я сказал, да, и в начале декабря, то, что ФРС меня ничем не удивит, то, что ФРС глобально в цене, то, что дальше все только, так скажем, все только будет улучшаться для рисковых активов, ну, и, соответственно, ухудшаться для самих федералов, да. Вот, дальше в канале, что еще хотел, что еще хотел сказать? Ну, да, вас понятно, Питер Шиф, вообще классный видос, можете посмотреть, поднять себе настроение. Он считает, что биткоин служит прикрытием для незамеченного продолжения роста золота. Ну, какое-то прикрытие, то есть золото выросло до биткоина, биткоин стоял на месте, все увидели рост золота, все абсолютно, и СМИ упоминали рост золота, причем все средства массовой информации зарубежные упоминали рост золота. Это все, ну, как бы не совсем правда, на мой взгляд. Ну, про ралли лохов я уж не буду говорить. В общем, такой расклад. Пачи отдал график в час 18, я сказал, некоторые монеты я буду давать исключительно в Телеграм, или сначала в Телеграм, да, потом будут обзоры. В прошлом видеоролике три монеты я разобрал, три токена, которые, что точно не продавать, да, то есть вы можете посмотреть, на мой взгляд, что можно не продавать. Вот. Дальше. Пачи риск-он, number one, так сказать, да, 36 долларов здесь и сейчас, уже чуть больше. Соответственно, зона риск-он номер один, ну, здесь 157 долларов, вы, может быть, часть экрана не видите, ну, коротко, если да, 150, можно сказать, 130-170 долларов. Это диапазон. Вчера мне позвонили из Блумберга и говорят, где мы выложим статью Пачи, вот, про то, что брэмкоин. Он, соответственно, ушел с воста исполнительного директора, да, то есть, говорит, ну, закинь там идейку, закинь график, будет в тему. Я говорю, да, окей, в общем, закинул, как видите, действительно, Блумберг вышел, вот, не наврали, не соврали. Вот, бывший главный операционный директор Чио Хоффман, он возглавил компанию во время спада на рынке, то есть, Хоффман, понятно, сказал о том, что у Чио все еще есть планы на то, чтобы выйти на публичное, как сказать, первичное публичное размещение акции, да, то есть, IPO, не в этом году, вот. Ну, и, соответственно, Коэн был, Коэн ушел. То есть, короче, Хоффман сменил Коэна на посту исполнительного директора, да. А Хоффман работал операционным директором, ну, и, соответственно, Коэн был назначен председателем правления и главным техническим директором, то есть, такие, короче, есть перестановки, вот. Так, дальше, ну, тайм понятно, Джанет Йеллен. Что касается долга, вопросы есть, ребят, ну, как я, что раньше, да, и я не помню, ну, помните вы или нет, там, соответственно, по долгу, я считал, что все будет нормально, как бы паниковать не стоит. Вот, сейчас там идут, так скажем, манипуляции, обещания, так скажем, сроки определяют по ограничению госдолга. Соответственно, здесь есть период приостановки выпуска долга до 5 июня, день X, так скажем. Вот, поэтому, ну, за этим я наблюдаю важные апдейты, ну, что-то будет, я, соответственно, постараюсь сам выложить в крипто-хедлайнс. Вот, OneInch, наконец-то, делают уже что-то более серьезное. Это кошелек, новая обложка The Economist, макроданные мы с вами прошли, младший министр Индии. Новость прошла мимо многих каналов, я думаю, да, сказал о том, что нет никаких проблем с крипто, если законы страны соблюдаются. Я считаю, что это большая новость, потому что про Индию очень часто сейчас форсят тему того, что Индия запрещает целиком и полностью криптовалюту, да, и так далее. Здесь также для вас есть напоминалка, 15.30 сегодня разместил, это CPI и FOMS. Вот, давайте я сейчас все уж, естественно, зачитывать не буду, смотреть, да, заходите в крипто-хедлайнс. Смотрите, что касается ФРС из свежего, из свежего у нас по ФРС выступал Коллинз. Ну, не скажу, что здесь есть, опять же, какая-то риторика новая, необычная учетная ставка должна быть поднята выше 5%, затем некоторое время удерживаться на этом уровне, ну, некоторое, ключевое слово, некоторое, да. Вот, то, что рынок труда, пока что все окей с ним, вот. Вот, генеральный директор Морган Стэнли считает, так же, так же считает, да, то, что будет еще два, ну, два поднятия ставки, может, это парсер, это премиум источник, бывает там перевод немножко кривой, да, чуть-чуть иногда бывает такое, вот, то есть мы парсим хедлайны, вот, которые здесь быстро выходят, в том числе, опять же, и то, что происходит с ФРС, вот. Дальше, на что я хотел обратить внимание, уже техническая составляющая, да, потому что вчера была реакция рынков, помимо битслата, вчера 18.30, у нас вот здесь пошло небольшое снижение по биткоину, вот здесь, ну, приблизительно там получается 18.25, 18.30, то есть многие подумали, что это из-за того, что Минюст, я вам сам эти данные давал, да, о том, что Минюст будет, объявит, объявит, так, сейчас секунду найду, что-то скажет по крипте, короче, что-то скажет по крипте, так, секунду, вот, Министерство юстиции, вот, и про битслата начали тему форсить, вот, которую никто не знает, ну, мало кто знает, да, то есть, но тем не менее, все дело в том, что по битслата была информация еще в 6 утра, еще в 6 утра, вот, а вот Джером Пауэлл, ФРС, понятно, что крипто-хедлайнс, сосредотачиваемся на крипте, здесь у меня редакция чуть проспала на этот раз, да, соответственно, данные по болезни Джерома Пауэлла вышли, на самом деле, на Блумберге 18.25, 18.30 в этот промежуток времени, пожалуйста, 18.25, вот, да, отсюда пошла реакция, то есть отсюда пошла реакция рисковых активов, потихоньку начали форсить и так далее, 18.25, 18.30, уже 18.35, вот в это время начало появляться у всех, огромное количество репостов, перепечатываний и так далее, с 18.30, здесь можно было даже вот этот трейд на новостях совершить, у кого есть Twitter Market, да, из премиума, ну, и, соответственно, забрать это движение, вот, ну, это так, к слову, вот, короче, суть в том, что я также написал об этом в Телеграм-канале, трейдер 80 на 20, о том, что это, вот то, что рынок реагирует на изоляцию Джерома Пауэлла, на то, что он болен COVID-19, у него положительный тест, это прекрасный пример, на мой взгляд, прекрасный пример того, как рынки падают именно на неопределенности. Казалось бы, да, то есть Джером Пауэлл, это, ну, не ты, да, то есть это не ты, не твоя семья, ну, просто Джером Пауэлл, кто он такой? Да, вы скажете, это глава ФРС, вот, все верно, но не из-за того, что он заболел, а из-за того, что появляется настроение, самое опасное настроение на рынке, самое опасное настроение, опять же, и для биткоина, и для любой другой акции, для индекса S&P 500 или NASDAQ, это неопределенность. Не позитив и негатив так-то толкают рынки вниз или вверх, а именно неопределенность, да, уровень неопределенности. Уровень неопределенности – это эмоция, она, которая, понятно, включает в себя страх, может включать в себя жадность, ну, и так далее. Если мы говорим про негатив, в данном случае неопределенность заключалась в том, что, да, Джером Пауэлл, так, он болен, он, у него COVID-19. 1 февраля – итоги заседания ФРС, то есть начинается, да, с 31 января, по 1 февраля. А если не Джером Пауэлл, то кто? Да, то есть кто будет временно исполняющим обязанности Джерома Пауэлла, а можно ли так? А как отреагируют рынки, да, и, соответственно, что скажут? А вдруг там ястреб придет вместо Джерома Пауэлла, да? А вдруг Буллард, не дай бог, Буллард, который вечно ястреб, готов ставку поднимать там до 6,5, мне кажется, процентов? То есть, а вдруг это, а вдруг кто? Ну, соответственно, эта неопределенность есть. Я согласен, подогрели сообщение по поводу минюста, но основной триггер финансовых рынков, естественно, это болезнь Джерома Пауэлла, поэтому не путайте. Если хотите, соответственно, проверить, ну, как бы очень маловероятно, да, то, что индекс S&P 500 начал реагировать на то, что минюст что-то хочет заявить по крипте. Вот поэтому рынки начали снижаться, ну, и, соответственно, Биткоин скоррелировал. Так, далее. Далее из позитива. Вообще глобальный позитив, я думаю, вы знаете. То есть, есть такой момент, да, то, что у нас, опять же, и Давос проходит. В целом там все неплохо, хоть участников не очень много. Вот разного рода заявления, да, соответственно, и тот же Илон Маск там тоже реагировал и сообщал о том, там, там, опрос устраивал у себя в Твиттере, как вы считаете, а должен ли Всемирный экономический форум, там, грубо говоря, управлять миром. Да даже не грубо говоря, он так текстом прямым и написал. Вот мы сейчас о нем не будем. Вот. Из последнего это то, что, опять же, Джон Рейт Третий, да, в Wall Street Journal вышла статья, мы очень быстро, оперативно это сюда выложили, вот, о том, что в ТС, FTX биржа может реабилитироваться, то есть она может возродиться. Вот, соответственно, ну, есть такая понятная вероятность, и ранее предполагал и сам Сэм Бенкман Фрид о том, что, ну, было бы неплохо, да, запустить на основе, может быть, там, каких-то дропов или, а, новую монету, там вот такая речь была. Вот, я рассуждал, когда за FTX, я, вот, плюс-минус, там была речь у меня про дропы какие-нибудь, да, про откуп-выкуп биржи Binance, биржи FTX, вот, также Genesis у нас может обанкротиться со дня на день. Вот, в общем, есть такая петрушка из все еще FTX фундаментала, вот, поэтому, в общем, такой расклад. Вот, что касается BitSlat, вот, я там надолго не хочу останавливаться, единственное, что... Также начали форсить тему того, что биржа Binance названа ключевым контрагентом обменника или биржей, я не знаю, что это, BitSlat, да, вот, ну, понятно, Легкобын, Легкодымов там арестован, все это, все это и так ясно вчера, там, ФБР выпускала целый этот пресс-релиз. Вот, тоже есть крипто-хедлайн, найдете, я думаю, вот, и то, что Binance оказалась существенной, ну, Binance ответили о том, что они оказывают существенную помощь международным правоохранителям и органам, я думаю, что и биржа Binance не знал, что BitSlat, да, такая опасная структура, вот, то, что там такие деньги отмываются, обмываются, так скажем, да, в размере 700 миллионов долларов, вот, в общем, я и ранее знал, ну, понимал то, что, в принципе, конечно, что за BitSlat, то есть, одним, одной картинкой, да, то есть, я это все тоже, я это все тоже выложил. Так, то, что, да, занимаюсь криптовалютой 6 лет, никогда не слышал про BitSlat, я уверен, что основная пресса будет освещать это то, это так, как будто это похоронный звон для индустрии, вот, очень сильно, очень хорошо отражает мои мысли, да, вообще, в целом, про вот это, так скажем, хавать заголовки, да, соответственно, вестись на весь этот шилл, ит, или как он там, шилту, в общем, на все это, на все это безобразие, вот, поэтому по BitSlat ничего не думаю, в принципе, все окей, были мысли о запрете биржи Binance, мне также писали, а вдруг биржи Binance еще сейчас закроют, ребят, биржи Binance это нелегитимная биржа в США, то есть, если скажут, выйдет Минюст и скажут, что мы запрещаем биржи Binance, так она не так под запретом, Binance US это уже другая, это другая структура, другая история, пока что под брендом Binance, я думаю, со временем, ну, соответственно, эта ситуация будет... исправлена, вот, поэтому пока что, то есть, я не вижу никакого, то есть, супер негатива, да, если выйдет Минюст, скажет, мы запретили Binance, что касается графика, давайте уже перейдем к графику, я обещал, ну, как бы, как сказать, не очень большой видеоролик по биткоину, да, то есть, мы еще раз, да, то есть, стоим уровень 23.6, впрочем, там же, где мы стояли в прошлом видеоролике, из сетапов по price action здесь есть на дневке, у нас не очень хороший сетап PPR на дневном таймфрейме, действительно, он есть, он не на низах, потому что на низах это не отрабатывает, все, кто повелся здесь, ну, я объяснил заранее, на недельном таймфрейме, здесь же PPR на недельке, ну, естественно, его нет, то есть, у нас недельная сейчас здесь очень хорошо закрылась, практически поглощение, можно сказать, что касается коррекций, такой часто распространенный вопрос во время любого роста, вот, но, что касается мифов, заблуждений о том, что биткоин должен корректироваться, прежде чем расти, да, или сбрить лонгистов, ребята, эти истории очень часто возникали еще при коронапампе, да, то есть, коронадамп понятно, и после этого нашел коронадамп без каких-то серьезных коррекций, параболический рост, он не должен быть таким, вот, поэтому я считаю, я считаю, рынок считает то, что он может расти, он не должен кому-то там что-то, да, то есть, давать точки хода, останавливаться, возвращаться в зону интереса, которую я указывал, допустим, вот сюда, да, соответственно, потом только лететь вверх, вот, поэтому, что касается торговли по лонгам, то есть, мы зону из баланса обсуждали, то есть, я вам показывал, да, то есть, это все, это все здесь, это все здесь на А4, Аш, либо Д1, то есть, скальпинг сейчас я смотреть не буду, не буду, вот, поэтому, если говорить про снижение, там район 19, 300, да, то есть, 19, 300, 18, 300, вот, плюс-минус, вот к этим зонам из баланса, биткоин может подойти, то есть, может подойти, и здесь можно рассмотреть точки входа в лонг, вот, уже через, как говорится, через что? Ну, через коррекцию, да, через коррекцию, вне зависимости от того, какой будет там, фундаментал, негатив, еще что-то в этом духе, вот, а так, биткоин пока не скорректировался, то есть, я не могу вам показать актуальную Фибоначчи, уровень А60, 1,8, если на глаз, на глаз, повторяюсь, да, то есть, ну, не точно смотреть, то он плюс-минус также бьется с вот этими двумя зонами дисбаланса, поэтому, впрочем, как я говорил ранее, то здесь можно рассмотреть точки входа в лонг для движения вверх. Что касается шартов, если вы на фоне этого снижения, да, открывались, а по зонам дисбаланса, допустим, здесь по четырехчасовой следующей зоне, ну, еще где-то зашли, допустим, в шорт, вот, и также у вас возникает вопрос в голове, что же делать, там у меня условно ликвидация, там, я не знаю, 23 500. Вот, ребят, сделку открыли, в рамках плана, в рамках точек входа делать ничего не нужно, то есть, если вы хотите мне написать или кому-то еще, вот я зашел в позицию, у меня там через 3000 долларов будет ликвидация по биткоину, вот, то значит, вы не получите в любом случае никакого совета, то есть, совет номер один вы знаете, да, соблюдать money management. Если он не соблюден, то это дорожка в один конец, если вы выйдете из позиции сегодня, скорее всего, вы не выйдете завтра. Выйдете завтра, а послезавтра вам не повезет. Повезет послезавтра, ну, соответственно, неделя, две, три, до свидания. Вот, поэтому, ребят, соблюдаем, пожалуйста, money management. Торгуем с головой. Ну, что касается точки входа, обязательно ли их там получать, торговать. Ну, с точки зрения, опять же, повторяюсь, адекватного money management это можно делать, естественно, да, но если вы не зайдете в лонг, собственно говоря, биткоин выше, он растет, портфель в долларовом эквиваленте у вас растет, то есть, если у вас нужна какая-то зайти срочно в лонг, нет. Вот, поэтому ваши активы дают вам прирост. При двух иксах заберите свои деньги, ну, и, соответственно, забудьте про монеты, да, то есть, при двух иксах вы можете сделать так. Тема неоднократно обсуждалась, будет еще в Телеграме подсказки, да, что можно посмотреть и так далее. Я чуть переболел, еще до конца не выздоровел, поэтому, ну, так вот, немножко, как сказать, не успеваю все, прям, все не успеваю делать. Поэтому следим за Телеграм-каналами, там все есть. Что касается, еще раз, допустим, бездопустим, что касается монетки FTT, сейчас она стоит 2.45, на мой взгляд, FTT дала просто потрясающий подарок всем тем, кто ловил монетку по, там, по 2.80, вот здесь заходил, вот здесь. Представляете, 2.60, 2.40, там 2.20. Вот эти люди, которые там на какие-то большие деньги купили FTT, ушли в просадку в моменте практически сразу на 66%, и сейчас монета выпускает этих холдеров. Вот, а почему я сейчас вообще FTT открыл? Не для того, чтобы сказать, можно покупать, нет, нельзя покупать, потому что это биржа скам, и откуда мы знаем, что будет завтра и так далее. Вот, я хочу вам объяснить один о жизни, как сказать, дать жизненный совет, человеческий совет, я люблю такие, так скажем, советы раздавать, да, именно, хотя меня не просят, естественно, кто-то скажет, но тем не менее, ребят, все на опыте, да, с начала 17-го года. У меня было таких ситуаций масса, миллиард таких ситуаций в свое время, да, то есть я там, что-то падает, это, о, это супер, технология, ICO, понятно, там, неважно. В общем, это покорит мир, космос, там, Илон Маск будет об этом говорить, я не знаю, это будет применяться в повседневной жизни, неважно, какая технология, еще раз повторяюсь, да, эта монета падает на каком-то дерьмовом фундаментале, это все фейк, я сейчас куплю, куплю сразу на большой объем, потом 100% будет отскок, потому что уровень, потому что кривая, потому что индикатор, потому что Fibonacci и так далее. Я думаю, это многим знакомо, да, то есть особенно старикам. Вот, потом, соответственно, этот скам откупается, вот, получаете такую историю, минус 65%, не факт, что это скам, естественно, не имеет значения, это может быть не скам, FCT завтра может стоить 12 долларов спокойно, 14, 15, 20 долларов, реально может, да, то есть если с FTX на дистанции. Решат вопрос, да, в очень хорошей какой-нибудь русле, да, может через airdrop, еще что-то, неважно. Может ли быть такой ценник? Конечно, технически. Вот, но, ребят, смотрите, у вас, вот у тех людей, кто вот здесь купил, условно вот здесь, да, ушел минус 66%, там, условно, было 10 тысяч долларов, стало 3, вот, и вы все это время просто переживали, сидели и говорили, блин, ну, пожалуйста, цена, вернись обратно, я больше никогда так делать не буду, пожалуйста, вернись. Ну, соответственно, вы ждете, да, у вас стоит безубыток, вот здесь, при цене 2.45 или 2.60, вы его поставили вот здесь и молитесь, да, каждый день, смотрите на график, сколько стоит FTT, смотрите крипто-хедлайнс, еще раз в описании ссылка, а вдруг новость выйдет про биржу FTX, которая помпанет этот альткоин, а этого не происходит, не происходит день, не происходит 10 дней, не происходит 20 дней, потом происходит рост, потом появляется фундаментал, который помогает токену расти, который толкает толпа, может крупный, крупный игрок, который тоже является толпой, не имеет значения. На хобби, FTT токен, я могу быть крупным игроком, например, там ликвидности не так много, вот, в этой монете. Вот, поэтому монета растет. И как только, да, монета подходит к вашему прайсу, когда вы здесь обосрались, извините за выражение, да, переживали, поставили без убыток, вы здесь без убыток убираете и говорите, ну, я так и знал. Ну, ошибся на 66% с ценником, но я так и знал. Сейчас все будет хорошо, FTX улетит на 8, даст мне к моей десятке, даст 4X там условно, да, еще там или 5X, у меня будет 50 тысяч долларов вместо десятки. Все я правильно сделал. Просто, ну, вот так получилось, вот так вот слили. Вот если бы не эта новость, то я бы был прав, вот именно там было бы сформировано дно. Вот вы убираете свой без убыток, и что? Часто, не всегда, я согласен, а если это не всегда, то это еще хуже для вас. Но тем не менее, часто, да, цена доходит до ценника, где у вас должен был стоять без убыток, и уходит снова вниз. Вот, мораль какая. Соответственно, вы натворили делов, исправляете свою ошибку. Неважно, это может быть эфир, это может быть биткоин, это может быть эптос, это может быть солана, это может быть риппл, любая монетка. Это может быть суперперспективная монета. Но тем не менее, нарушили money management, возвращайте бабки. Вам дали шанс. Или, по крайней мере, без убыток, там, 95% позиций, да? Выйдите, ну, оставьте какие-то крошки, и все, оставьте. Вот, поэтому, ребят, человеческий совет, если действительно вы допустили ошибку, которую порой нереально исправить, потому что бывают монетки, скамятся, и все. Luna, со скамилась, до свидания. И, да, то есть все. Все потеряли деньги. Неважно, где вы покупали, там, даже в минус 95% от хая по монете Luna, хороший ценник для набора, да? Хорошая коррекция. Но, тем не менее, до свидания. Вот, поэтому давайте, чтобы, ну, как сказать, вы сами себя не подставляли, просто исправляйте ошибку и просто не допускаете ее повтор. Вам рынок не всегда даст возможность ее исправить. Вот, поэтому сегодня вам дают такую возможность. Вот, то же самое касается и тех людей, кто покупал за 7,70, там, 8 долларов, 10, 15, 17 долларов и так далее. Зарядил туда огромную котлету. Вот, поэтому по FTT я могу сказать вот это. Исправляйте свою ошибку. При движении цены до вашего без убытка не нужно передумать. Вы должны принять решение уже, когда натворили делов. Вы должны здесь принять решение. Здесь это решение не должно меняться. Здесь это решение тоже не должно меняться. И здесь. Все, здесь идет реализация. Вот и все. На мой взгляд, так скажем, это должно выглядеть так. На мой взгляд. Все, коллеги, я все сказал. Получился небольшой видеоролик. Для меня это небольшой. 30-минутные 30-30... Короче, 30-35 минут. Такие обзоры будут. Вот. Но любые обзоры, вы знаете, стоит смотреть. Вот. Если кто-то с чем-то согласен, не согласен, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше, подписывайтесь обязательно на телеграм-каналы. Апдейты, монеты, монеты до обзоров, монеты, которые не попадут в обзоры. Это все будет трейдер 80 на 20. А фундаментал, преимущественно криптовалютный, который действительно может повлиять на цену и биткоина, и всего финансового рынка. Это Crypto Headlines. Ссылка в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok